всем привет ребята добро пожаловать на мое новое видео добро пожаловать на мой канал всем новичкам кто со мной не знаком вот я здесь делюсь своим опытом заработки в интернете сразу скажу чтобы понимали о чем речь вот делюсь на чем зарабатываю там на чем теряю сколько зарабатываю сколько теряю тому подобное короче показываю все как оно есть вот и соответственно вы попали на очень интересное видео потому что я решил наконец-то спустя полгода того как я веду свой канал реально уже по моему когда мне было первое видео полгода точно прошло 7 месяцев 7 месяцев прошло вот и все это время меня просили поработать маленький баланс покажи как она как она это тоже по-любому отличается я все время работаю с большим потому что на смысл не работать когда мы есть возможность там с миллиона рублей работать смысл мне с 10 тысяч это же моя основная деятельность я на этом зарабатываю и если я буду работать с 10 тысяч логично что заработок будет меньше чем с миллиона условно вот но все таки меня уговорили и мне самому стало интересно попробовать и короче я запускаю для себя челлендж недельный в течение 7 дней а может быть я потом продлю не знаю короче суть в том что я сейчас выведу все что есть у меня на балансе а баланс у меня чуть больше миллиона рублей вот я сегодня проработал перевалил за миллион я выведу все что у меня есть оставлю 10 тысяч рублей и с этого баланса я начну подниматься и буду все у вас на глазах делать то есть будет каждодневные видео формате влога я буду показывать каждое свое действие что делаю вообще помимо работы там очень короче интересно все буду показывать и так скажем попадем с вами вместе в такой небольшой ну для меня челлендж для вас просто интересное путешествие посмотреть как это получится перенять опыт потому что я уверен все кто посмотрит это все до конца очень много для себя подчеркнут вот для начала давайте я сейчас поставлю на вывод деньги потому что нужно время у меня уже 18 17 мне нужно чтобы до завтра их вывели в целом я думаю выведут потому что еще вся ночь впереди давайте сейчас я ноутбук возьму то что поудобнее было то я уже устал снимать на телефон как взял короче ноутбук в руки сел на диванчик давайте смотрите первое как я сказал я сейчас поставлю деньги на баланс не поставлю деньги на баланса поставлю деньги на вывод прям при вас все сделаю потому что я гладил себя в канале кстати в telegram мой обязательно подписывайтесь кто не подписан весь мой личный блог вот я говорю что буду показывать все 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 что делаю поэтому начну с самого начала с вывода вот выводить я буду криптовалюту потому что блин миллион рублей на карту выводить я не готов но не в целом как бы я все время крипту увожу мне это удобно так сейчас я вставлю свой кошелек потому что мне его нельзя вам показывать и продолжим так все я вставил свой кошелек. И сумма, которую я вывожу, это 1 миллион 13 тысяч 765 рублей. Это самый крупный вывод в моей жизни. Вообще. Я даже немного сам как сказать, не в шоке, но просто непривычно. Жму получить. Все. Моя заявка на выводу зарегистрирована. Жму ОК. Привышен для мид сумму вывода. Не понял. А, ну вот, все правильно. Это залгало, видимо. Создалась у меня заявка на миллион 13 тысяч рублей. Последний раз я выводил 400 тысяч. Неделю назад. Вот. Все. Теперь только ждать. Так что время сейчас давайте зафиксируем 18.22. Я вам все покажу, когда деньги придут. Покажу все, что как выглядит. Потому что, как я говорил, буду все-все показывать. Вот. А сейчас я поеду по делам. Возьму вас с собой. И немножко прокатимся. Так, ребят, время у меня уже 00.52. Два. Я сейчас буду ложиться спать уже. Хотел показать вам, что деньги вот еще не вывелись. Пока что висит также транзакция в обработке. Я думаю, что завтра с утра выведется. Ну, во всяком случае, надеюсь. Потому что что-то не хочется долго ждать. Вот. Так что пошел я спать. Доброй ночи. Продолжим уже завтра. Всем доброе утро, ребята. У меня время 10.34. Я проснулся минут 20 назад. Я, как понял, деньги еще не вывелись. Потому что у меня никаких поступлений не было. Да. Баланс у меня такой же. Миллион 23 тысячи. Блин, когда же они уже выведутся? Да. Так же висит. Ну, ладно. Продолжаю ждать. Наконец-то. Просто. Время сколько? 13.05. Деньги вывелись. Очень долго занял вывод. Ну, в принципе, я понимаю, с чем это связано. Миллион рублей я все-таки выводил. Давайте посмотрим. Все. Здесь написано успешно. Вот. Сейчас покажу вам саму транзакцию. Я выводил на биржу BitGet. Вот. Вот. Видите мой баланс? У меня всего 16 тысяч долларов здесь. Давайте сейчас покажу транзакцию эту, которая пришла. Ну, чтобы ко мне вопросов не было. Покажу, что это все реально. Так. Вот USD10. Вот история транзакций. Соответственно, вот. Это вот пополнение. 10.792 доллара мне пришло. Там вроде как-то можно поудобнее посмотреть. Так. Давайте я вот сюда зайду. USDT. Вот история. 10.792 доллара мне прилетело охереть. Вот так. Все. Теперь я могу спокойной душой стартовать. Сейчас буду делать первый подход в работе. Будем начинать. Давайте зафиксируем начало моего челленджа официально. 13.06. 13 марта. 10 тысяч рублей на балансе. И с этого момента начинается история. Будем надубасить. Погнали. Полетели, друзья. Первый подход. Я включил запись экрана. Давайте буду сейчас начинать. Захожу, собственно, в брокера. Буду делать все, как обычно. Все у вас на глазах. Вот. Последняя сделка была у меня вчера в 17.50. Показываю, что больше я не работал. И с этого момента начинается старт. Так. Работать я буду, соответственно, по 100 рублей. 100 рублей, блин, капец. Прибыль на сделки у меня будет в районе 88 рублей. Погнали. Выбираю валютную пару. Первая валютная пара у меня будет евро-доллар. Смотрим, что здесь у нас с графиком происходит. В целом видно, что есть какой-то рост. Сейчас как раз график отлетел вниз. Я открою здесь сделку на повышение. Я даже не стал смотреть на инвестинги. Но давайте посмотрим, что здесь. Евро-доллар. Так. На самом деле, что-то я потрепился. Я даже забыл посмотреть инвестинг. Теханализ. Теханализ. Так, не понял. А, вот теханализ. Одна минута. Вот, активно покупать. А я открыл сделку как раз-таки на повышение. Все правильно. Все, давайте ускоряем видео. Смотрим. Так, остается 4 секунды. И начинаем мы наш челлендж. Точнее, я начинаю свой челлендж с плюсовой сделки и заработок 88 рублей. Блин, это смешно. Буквально вчера я зарабатывал 8800, сегодня 88. Ладно, поднимемся. Ничего страшного. Все. На этом первый подход закончен. Так, ребята, подошло время второго подхода. Время у меня 13.58. Вот, прошло почти 40 минут с последней сделки. Погнали. Смотрю, что у меня здесь евро-доллар. До сих пор самая доходная валютная пара. Что у нас здесь в теханализе надо посмотреть. Так, теханализ. Одна минута. Так, режимы нейтрально. Блин, ну на самом деле, да. Не очень есть график, поэтому иду дальше. USDZAR. Так, вот здесь у меня есть. USDZAR. Теханализ. Одна минута. Здесь написано покупать, тоже не подходит. Идем дальше. GBP-GPI. GBP-GPI. Вот здесь он есть. Теханализ. Одна минута. Я все делаю быстро. Так, активно покупать. Что мы здесь видим? Что мы здесь видим? Да, хорошая как раз-таки точка входа. Все, открываю сделку на повышение, на 100 рублей. Остается только ждать. Ускоряю видео. Остается 3 секунды. И эта сделка тоже уверенно, четенько заходит. С нее я забираю 84 рубля чистыми. Итого, чистая прибыль моя уже 88 плюс 84, 172 рубля. Кайф, кайф. Работаем. Все, я пошел отдыхать. Так, ребята, время 14.44. Прошло почти что 45 минут с моей последней сделки. Так что сейчас будем начинать делать третий подход. Погнали. Так, я тут чуть-чуть подготовился. Я открыл на инвестинге все самые доходные валютные пары сразу, чтобы время на это не тратить. Поэтому давайте сразу буду анализировать. Самый первый евро-доллар. Она самая доходная. Вот, смотрим, что у нас здесь на одной минуте. Вот здесь написано активно покупать. Проверяем, что здесь на самом деле происходит. Что мы видим? Да, есть рост, но он как будто откатился. Но в целом можно открыть сделку на повышение. Все, остается подождать 40 секунд. Ускоряю видео. Так, 4 секунды остается. График очень сильно на грани. Я надеюсь, он не прыгнет в мыть. Все, не прыгнул. Отлично. Еще одна успешная сделка в карман. Еще плюс 88 рублей. Уже 260 рублей чистой прибыли за день имеется. Все, пошел я отдыхать. Зашло время для четвертого подхода. Время уже 15.45. Прошел час с моей последней сделки. Вот, погнали, включай записи. Смотрим, что у нас с валютными парами. Евро-доллар снова на первом месте. Посмотрим, что у нас в тех нальевании. Покупать не подходит. Иду дальше. Так, следующее. Это евро-японская иена. Смотрим, что здесь у нас. Одна минута. Так, активно покупать евро-японская иена. Но здесь график летит вниз. Я не вижу совпадений с реальностью. Поэтому здесь я не буду открывать сделку. Идем дальше. Ауды-джи-пи-ай. Так, одна минута. Здесь тоже активно покупать, кстати. Вот здесь четкий рост. Отлично. Все, открываю сделку на повышение. Сразу же. И ускоряю видео. Так, пять секунд остается. График что-то ушел немножко вниз. На последних секундах, видимо, сделка не зайдет. Да, ничего страшного. Следующую сделку я буду открывать на 120 рублей. Буду перекрываться. И вот здесь, я думаю, можно спокойненько уже открывать на повышение. Главное, чтобы у нас там ничего не поменялось. Ауды-джи-пи-ай. Так, активно покупать. Да, все так же. Смотрим. Снова пять секунд остается. Так, блин. Ну что такое? На последней секунде опять график улетел вниз. Хотя. Так, сделка эта зашла в ноль. Окей. Значит, придется открывать еще одну сделку снова на 120 рублей. На самом деле, с этим графиком я работаю уже чуть не особо хочу. Видите, я его колбасит. Поэтому давайте я вернусь на евро-доллар. Посмотрим, что здесь. С евро-долларом. Так, что у нас в теханализе. Нейтрально. Не подходит. Иду дальше. Евро, японская иена. Так, одна минута. Нейтрально. Тоже не подходит. Так. С этой валютной парой я только что работал. Не буду продолжать. USDZR. Так, что у нас тут? Теханализ. Одна минута. Нейтрально тоже. Ничего страшного. Идем дальше. GBP, GPI. Так, вот здесь активно продавать. Смотрим, что мы имеем. О, кстати, как раз здесь есть падение. Открываю сделку. Погнали. Смотрим. Остается 5 секунд. Скорее всего, эта сделка не зайдет. Хотя, смотрите, график улетел вниз. Уже в ноль. А, все, зашла, прикиньте. Ну, прямо при вас это все было. На последней секунде график колбасило. Все, я вернул свои потерянные. Теперь открываю следующую сделку на 100 рублей. На понижение также. Все, ждем. Так, 4 секунды остается. Эта сделка не заходит. Этот график тоже начала колбасить. Поэтому здесь я работать не хочу. Возвращаюсь к евро-доллару. Посмотрим, что у нас здесь. Так. Ну, здесь, кстати, хорошее падение есть. Поэтому спокойненько открываю сделку на 120 рублей. Даже, я даже не посмотрел теханализ. Здесь также нейтрально. Зря я поторопился. Ну, ладно, давайте посмотрим, что получится в 40 секунд. Так, остается 5 секунд. 3, 2, 1. И... О, в ноль зашла. На последней секунде снова. Окей. Я посмотрел уже на евро-японское иене. Здесь написано активно продавать. Возможно, здесь есть тренд на снижение. Давайте посмотрим. Да, есть. Открываю сделку на 120 рублей. И... Все. Ускоряю видео. Так, 5 секунд остается. График очень сильно на грани. Интересно, что из этого всего получится. Так, ушел вниз. Отлично. Все. Сделка зашла. И... Я вернул свои потерянные деньги. Бывает такое, видите? Вот сейчас топчусь на месте. Не очень хорошая ситуация. Но... Эта работа как бы все бывает. Вот здесь... Блин. Вот здесь я бы снова открыл сделку на понижение. Несмотря на инвестинг. Потому что видно, что график... Ну, не знаю. Просто я своим глазом смотрю и вижу, что скорее всего сейчас будет движение вниз. Конечно же, я могу ошибаться. Вот. Кстати, вот видите, поменялось на активно продавать как раз. Поэтому давайте посмотрим, что получится. 5 секунд остается. Надеюсь, эта сделка уже наконец-таки зайдет. И 3, 2... А 100, 100, 1... И... Ну, наконец-то. Все. 88 рублей плюс. Этот подход можно заканчивать. Итого плюс 350 рублей за день. Это было сложно, но все хорошо. Так, время 16.39. Моя нога такая смешная. Все, подошло время пятого подхода. Погнали. Что у нас тут по валютным парам? Снова евро-доллар также лидирует в своих позициях. Но график у него очень-очень непонятный. Давайте посмотрим, что написано в инвестинге. Я, скорее всего, думаю, что нейтрально. А, активно продавать. Ну, кстати, вот здесь. А ну-ка, если успею, хорошую точку входа взять. Давай-давай. Успел. Блин, ну, хорошая была бы вот здесь. Но, в целом, тоже пойдет. Ладненько. Ускоряй видео, ждем. Так, 5 секунд остается. Резьмом поменялось на нейтрально. В принципе, так оно и должно быть, потому что график жестко шатается. Окей, эта сделка у меня не зашла. Я с этой валютной парой работать не буду. Смотрим у нас, что здесь. Евро-японская иена. Опа, здесь у нас конкретное падение. Полетели, открывая сделку на понижение. Даже несмотря на инвестинг. Потому что, потому что здесь, ну, вот как я думал, должен написано активно продавать. Я уже просто чувствую эту всю историю. Опыт, опыт не пропьешь. Все, ускоряю видео. 3 секунды остается. И, блин, не заходит сделка. Я останусь здесь же и буду перекрываться. На понижение открываю. Следующую сделку. Все, ждем. Так, здесь заранее видно, что сделка не зайдет. Поэтому я заранее открыл сделку следующую на 600 рублей. Дальше перекрываюсь. Так, все, вот эта сделка не заходит. Еще одна потеря. Все, давайте ждем теперь, что будет с этой сделкой. 7 секунд остается. Но здесь уже понятно, что сделка 100% заходит. Вот, и давайте я открою следующую сделку. Также здесь на этом же графике. Потому что вроде пошло чуть-чуть вниз. И, собственно, вот открылась мне сделка. Потерянные сведения я вернул. И теперь ждем 50 секунд. И 2 секунды остается. И я переключился на эту камеру, чтобы немножко разбавить контент. И эта сделка зашла. А, какой? Не зашла? На последней секунде. Прикол. Окей. Перекрываюсь. Я решил, думаю, сейчас красиво сделаю переходик. Ага. Сделал. Ладно, возвращаемся обратно в ноутбук. 4 секунды. Что у нас получится? 3, 2, 1. И... Папам. Все-таки, все-таки зашло. Окей. Хорошо. Сейчас это валютный пара работы. Я больше желания не имею. Смотрим, что у нас здесь. Здесь непонятно. Идем дальше. AUD GPI. Здесь у нас что? Так. Здесь тоже. Очень непонятно. Можно посмотреть даже по... Есть, куда нейтрально. Окей. Дальше. Так. USD ZAR. Одна минута. Активно продавать USD ZAR. Что у нас на деле? Да, было падение. Но здесь пока... Ну, кстати, о, хорошее место. Хорошая точечка сейчас будет. Все, отлично. Ждем. 5 секунд осталось. Эта сделка заходит. И к моему балансу приплюсовывается 185 рублей. Отлично. Все. Сколько у меня на балансе? 447 рублей. Итого заработок за день. Вот так. Хорошо. Подошло время следующего подхода. 17.23. Прошло 35 минут с моей последней сделки. Полетели. Так, как обычно, смотрю ситуацию с валютными парами. Что мы имеем? Евро-доллар по-прежнему в течение всего дня лидирует. Так. Здесь как будто бы график идет у нас наверху. Здесь такое ощущение? Нет. Нет. А, нет, есть. И что у нас написано в инвестинге? Активным покупать. Отлично. Все, значит, открываю сделку на повышение. И, соответственно, жду. Остается 7 секунд. Тем временем резюме поменялось на нейтрально у евро-доллара. Поэтому с этой блюдной парой нужно соскакивать. Идем дальше. Евро-японская иена. Так, что у нас здесь? Здесь график конкретно колбасит, но в целом идет вниз. Что у нас здесь? Активно продавать. Отлично. Точка входа, в принципе, нормально. Все, открываю сделку на 120 рублей. Ой, как хорошо. Если сейчас здесь откроется. Давай, 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 давай. Давай, давай. Что-то залагало. Вот, отлично. Все, ждем. 5 секунд остается. График очень на грани. Но все, отлично, сделка заходит. И открываю следующую на 100 рублей. То есть, свои потерянные я вернул. И, собственно, так. Что я делаю? Вот, все. Свои потерянные я вернул. И открыл следующую сделку сразу на 100 рублей сходу. Все, ждем. Остается 7 секунд. В принципе, понятно, что эта сделка сейчас тоже не зайдет. Открываю заранее на 120 рублей сделку. И ждем. Так, 7 секунд здесь остается. И неужели эта сделка тоже не зайдет? Так, 1 секунда не зашла. Окей, ничего страшного. А что-то эта блюдная пара мне не нравится. Она себя как-то странно ведет. Поэтому давайте вот здесь. Вот я уже заранее подготовился. А вот DGPI. Вроде как хороший рост имеется. Вот. И здесь открываю сделку на 980 рублей на повышение. Давай, открывайся. Я же нажал бы на кнопку. Нет, не нажалась кнопка. У меня еще раз. А. Угу. Не понял, что произошло. Почему-то у меня на балансе стало 9600. Хотя сделка вроде 1 открыта. Короче, странная какая-то хрень. Остается 16 секунд. Давайте даже ускорять не буду. Надо разобраться. Почему баланса 9600? Надо, может, страницу обновить просто. Нет. Ну, а, ну вот, две сделки открылась по 286 рублей, да? Блин, окей. Видимо, я два раза случайно нажал на, там, на тачбар. Сколько я в минусе, получается? Я в минусе на 220 рублей плюс 560. То есть 780 рублей я и того в минусе. Чтобы вернуть мне 780 рублей, мне нужно открыть сделку где-то на 900, да? А, чуть побольше на 1000, короче. Я вернул. Да, я вернул. Только сейчас торопиться я не буду. Давайте я выберу хорошую прям валютную пару, чтобы уверенно было. Так, что у нас тут евро-доллар говорит? Здесь можно на понижение спокойно открывать. Так. Все, хорошо. Ждем. До конца сделки остается 10 секунд. Я заранее открыл следующую сделку на 100 рублей, потому что здесь понятно, что это зайдет сделка. И в целом график дальше должен тоже вниз пойти. И, соответственно, заранее открыл сделку, чтобы была хорошая точка входа. Все. Эта сделочка у меня зашла. Я вернул свои потерянные все деньги. И, соответственно, остался даже в плюсе на 100 рублей еще. И открыл следующую сделку на 100 рублей. Так что давайте. Ждем 50 секунд. Финальный 7 секунд. График пошел туда, куда нужно. Вниз. И сделка эта, скорее всего, сейчас зайдет. 2 секунды. 1. Да, отлично. Итого баланс у меня сколько? 10.637. Офигенный подход получился. То есть 88 плюс. То 188 рублей плюс в этом подходе получился. Отлично. Хорошо, хорошо. Все. Пошел я отдыхать. Так. 18.20. Прошел практически час с моего предыдущего подхода. Вот. Погнали. Что мы имеем по валютным парам? Евро-доллар по-прежнему лидирует. Вот. График здесь, кстати, растущий. Как будто бы. Давайте посмотрим, если здесь активно покупать. То я бы, да, я бы зашел в эту сделку. Кстати, я сейчас буду работать уже не по 100 рублей, а по 106 рублей. Потому что 1% 106 рублей. Даже эти 6 рублей могут дать прибыль. Вот. Поэтому вот так. Ускоряю ее. Финальный 5 секунд. И, скорее всего, эта сделка заходит. Да, отлично. В этот раз прям легонько получилось. Вот. И с нее я забираю чистыми 93 рубля. Итого уже 10731. У меня баланс. Так, ребят, срочное включение. Хорошая точка входа образовалась. Видите, здесь на валютной паре евро-доллар. График конкретно вниз летит. Вот. Я открыл сделку на 107 рублей. Потому что у меня баланс уже 10700. На понижение. И, скорее всего, эта сделка зайдет. Хотя график пошел вверх. Ну, ладно, сейчас посмотрим. 5 секунд остается. Нет, эта сделка не заходит. Но я сейчас перекрою сразу же на 123 рубля, чтобы вернуть свои 147, собственно. Вот. Давайте ждем. 5 секунд остается. И что мы имеем? Так. Так. 1 секунда. Все. Заходит. Да, отлично заходит. И давайте сразу открываю еще одну сходу сделку на понижение. Остается. Ну, вероятность 99%, что эта сделка зайдет. И я с нее заберу чистыми 94 рубля. Да ну! На последней секунде. Круто. Ладно, перекрываюсь дальше. Так, остается 13 секунд. Я заранее уже вижу, что сделка эта не зайдет. И что-то здесь поменялся тренд. Вроде как будто уже все вверх пошло. Так что с этой валютной парой пока что работать желания нет. Давайте перейду на другую валютную пару. Так. Вот здесь какой-то рост у нас имеется. А уже и падение. Кстати, можно вернуться вообще на евро-доллар сейчас. Если там пошел тренд на рост, спокойненько просто открыть сделку на повышение. Давайте я так и сделаю. Несмотря на то, что здесь написано активно продавать. Ну, видно, что график пошел вверх. Посмотрим, что из этого получится. 5 секунд. 4, 3, 2, 1. Ну, что за прикол какой-то, что ли, на последней секунде? Я не пойму. График в ненужную сторону уходит. Так. Итого я в минусе на 270. В минусе я на 500 рублей сейчас нахожусь. Буду открывать сделку на 600 рублей. Вот. А с этой валютной парой, блин, тут непонятно. Непонятно. Не хочу с ней работать. Так, евро-японская иена я тоже смотрел. Вроде бы ничего здесь понятного тоже. Хотя здесь есть рост. Но он непродолжительный. Идем дальше. USD-CSHF. CSF. Извиняюсь за мои корявые названия. Я говорю просто, чтобы всем было понятно. Так. Ну, вот здесь можно на понижение открывать. Так. Где она у меня? Это может быть... Нет, что-то не вижу в списке своих закладок. Ладно, давайте ускоряем, посмотрим, что получится. Так, остается 5 секунд. Эта сделка у меня тоже не заходит. Сейчас нужно уже немножко поднапрячься. Так что давайте я сейчас помолчу. Спокойненько выберу валютную пару и открою сделку. Так, решил я открыть сделку на блюдной паре USD-ZAR. Потому что... Почему? Потому что здесь видно было, что был продолжительный рост. Но сейчас идет такой слом тренда. Типа, и скорее всего, же график пойдет вниз. Посмотрим. Остается 17 секунд. Так. И, по-моему, на последней секунде все-таки было... Да, было. Капец. Мне очень сильно повезло. Я думаю, вы видели этот скачок. Я уже думал, что сейчас буду дальше перекрываться. Все, эта сделка зашла. Итого я вернул свои потерянные 1100 рублей. И сейчас моя задача это заработать. Буду открывать сделку снова на 107 рублей. Вернуть к валютной паре EUR-DOLLAR. Потому что она самая доходная. Вот что у нас написано в инвестинике. По ней активно покупать. Давайте. 7 секунд остается. Эта сделка снова не заходит. Блин, я уже задолбался, если честно. На видео именно все объяснять. Но нужно. Давайте открою еще одну. Еще одну на повышение. Прикрываюсь на 123 рубля. Где до сих пор активно покупать. 8 секунд остается. Эта сделка у меня заходит. И я думаю, что открою заранее сразу сделку на 107 рублей. Да, немного неудачная точка входа получилась. Но ничего страшного. Все, здесь я все вернул. Теперь смотрим здесь. Наконец-то финальные 5 секунд остаются. И этот подход будет закончен. Очень долгий он. 10 минут был. Хотя не очень долгий. Просто я объясняю, очень устаю, если честно. Все, зашла. Итого баланс у меня уже 10.832. Все, пошел я отдыхать. Так, ребята, поскольку время уже 19.13, мне нужно еще это видео смонтировать. Выложить, чтобы вы посмотрели. Давайте. Я хочу за сегодня успеть добить 11 тысяч рублей на балансе. Поэтому не буду сильно медлить. И буду делать следующий подход. Погнали. Смотрим, что у нас. Евро, доллар, кстати, снизилась доходность. Я уже увидел. Самая доходная валютная пара теперь GBP, GPI. Давайте посмотрим, что у нас по ней. Какая ситуация. Сделки я буду открывать уже по 108 рублей. Соответственно, здесь что мы видим? Есть какой-то рост, что написано на инвестинге. Активно покупать. Ну, как я и думал. Поэтому давайте открываем сделку на повышение на 108 рублей. И я очень надеюсь, что она зайдет сразу. И мне не нужно будет перекрываться, потому что это очень много времени занимает. Вот. Ну ладно, посмотрим давайте. 5 секунд. График очень сильно на грани. Непонятно, куда он пойдет. И ушел все-таки. А, или... Фух, зашло. Фух, зашло. Так. Повезло снова. На потене секундочки прям. Вверх пошла. Пошел график, а сделка зашла. Окей, теперь я могу уже по 109 рублей работать. И даже паузу не буду делать. Открою еще одну сделку. Вот как раз график скакнул вниз. И самый момент, чтобы открыть сделку на повышение на 109 рублей. На инвестинге, наверное, также активно покупать. Да. Все, хорошо. Значит, ждем. Кстати, хотел сказать еще. Вот видите, не забывайте делать, как я. По мере роста вашего баланса, увеличивайте сумму сделки, чтобы был ровно 1%. Потому что даже вот 9 рублей я добавил. Я с этих 9 рублей до зарабатываю примерно 8 рублей еще в каждой сделке. И это очень сильно сказывается по итогу на заработке. Вот остается 3 секунды. График скаканул вниз. В этот раз уже не повезло походу. Ладно. Перекрываюсь дальше. Смотрим. 3 секунды остается. И не зашла эта сделка. Окей. Так, я сейчас также молча поищу валютную пару, с которой поработаю, потому что я уже устал говорить. Вот, у нас валютная пара USD, ZARA я буду работать. Открыл сделку на понижение, поскольку здесь у нас написано активно продавать. И в целом видно, что график идет вниз. Вот, 30 секунд ожидания. 3 секунды остается. Сделка не заходит. Открываю еще одну, уже на 660 рублей, также на понижение, чтобы перекрыться и вернуть потерянные эти деньги. Я заранее перешел на валютную пару в фунт японской иены. Открыл здесь сделку на повышение, потому что здесь уже понятно, что сделка не зайдет на валютной паре USD, ZARA. Вот, а здесь, ну просто я вижу, что скорее всего график пойдет вверх. Я открыл сделку на повышение. Здесь чуть-чуть мне не повезло. Вот, возвращаюсь на KBP GPI. И теперь моя задача подождать 53 секунды. Нифига как заглючил. На страницу обновить. 6 секунд остается. Эта сделка заходит. Так, буду снова работать по 109 рублей. Хотя я с нее забираю 1305 рублей чистыми и остаюсь в плюсе. Вот, все, отлично. Все, я больше заплатить не буду. Баланс переводил у меня 11 тысяч 30 рублей. Очень тяжело работать с маленьким балансом. У меня, если честно, уже даже нервы начали шарить. Если бы я работал с балансом моим привычным, я бы за сегодня заработал 100 тысяч рублей. Я заработал всего лишь тысячу, но что есть, то есть. Давайте будем подводить итоги. Ну что, друзья, вот и подошел к концу первый день моего челленджа. Я очень сильно устал. Больше всего из-за того, что мне трудно именно работать и объяснять вам это все, разговаривать. Это реально трудно. Я надеюсь, вы оцените, что каждую сделку, каждый рубль вам показываю, объясняю, а не просто в тупую молчу работаю. Все, стараюсь для вас. Вот. Итого, результаты за сегодня. Баланс в начале дня десятка был ровный. Сейчас 11 тысяч 31 рубль. Вот. И, соответственно, чистая прибыль составила 1031 рубль, что равняется 10%. 10% за день. Это охренительнейший результат. Повторюсь, если бы я работал сегодня со своим балансом, как обычно, я бы заработал 100 тысяч рублей. Вот. Но, к сожалению, заработал только тысячу. Все. Для вас. Ладно, ничего страшного. Потихонечку-потихонечку раскачаюсь. Вот так. На этом первый день закончен. Завтра буду продолжать. Всем хорошего дня. Сейчас я это видео смонтирую, выложу и сможете посмотреть. Субтитры сделал DimaTorzok